Итак, давайте перейдем в консоль редактирования. И для начала мы с вами настроим варианты доставки и оплаты. Значит, в e-commerce, настройки. Я открою во второй вкладке информацию в консоли. Получается, да даже не так, перейти на сайт. Вот здесь доставка и оплата. Джинсы. Так вот высветим. Значит, способы доставки у нас курьером. Давайте курьер будет. Самовывоз. Бесплатная. Транспортная. По России в постаматы и почта. Шесть вариантов доставки. Значит, переходим вот здесь во вкладку доставки. Доставка. Значит, в WordPress не понимает зону доставки как города. В WordPress понимает, то есть в e-commerce зону доставки как страна. Поэтому выбираем добавить зону доставки. Название зоны доставки у нас будет. Россия. Выбрать регион. Россия. Добавить метод доставки. Смотрите, тут три варианта. Самовывоз, бесплатная доставка и единая ставка. Любая платная доставка это единая ставка. Но давайте пока бесплатную доставку поставим. Добавить метод. Добавить метод. Добавить метод. Теперь самовывоз. Добавить метод. Добавить метод. Будет у нас доставка курьером. Добавить метод. У нас будет почтовыми транспортными компаниями. Добавить метод транспортной компании в постаматы Добавить метод доставки почты России Все, давайте теперь каждый будем редактировать метод Первый бесплатная доставка, наводим на него и изменить кликаем Бесплатная доставка, требования для бесплатной доставки Сумма минимального заказа от 10 тысяч рублей Купоны можно применять? Можно То есть если будет скидка какая-то у клиента То все равно бесплатная доставка будет распространяться Для этого ставим галочку в этом чекбоксе Сохранить изменения Изменить самовывоз из магазина Неналагооблагаемость, стоимость 0 Сохранить изменения Следующая доставка курьером По городу будет курьером Изменить Курьером Ну пусть нам многооблагаемый Будет ли стоимость там 300 рублей Сохранить изменения Изменить Транспортной компанией До двери Облагаемое 700 рублей поставим Сохранить изменения Изменить Здесь транспортной компанией до пункта выдачи Пусть это будет 400 рублей Сохранить изменения Редактируем Это доставка почтой России Почтой России 300 рублей Все Мы все завели Теперь Тут автоматически все сохраняется Поэтому сохранять ничего не надо Тут кстати в параметрах доставки Вы можете отменить калькуляцию в корзине Для этого убрать нужно здесь галочку Чекбокса В платежи переходим Два варианта нужно активировать Банковский перевод И оплату при доставке Если есть PayPal То можете использовать его Но это такое дело Значит оплата при доставке Давайте значит Оплата при доставке Это наложенная Оплата при доставке заказа Здесь описание Это Клиент будет видеть это описание Когда будет оформлять заказ Инструкции Это описание будет на странице благодарностей Уплачиваете свой заказ При получении Сюда нужно продублировать А вот сейчас самое интересное Здесь нужно выбрать те методы Которые будут доступны для данного варианта оплаты Кликаем сюда и выбираем методы Те методы, которые мы завели Начинаются с названия нашей зоны доставки То есть Россия Остальные методы шаблона Их не нужно трогать Поэтому курьером при получении При получении Видите Если нужно удалить этот метод То по крестику можете кликнуть Далее кликаем Этот метод открасился в серый цвет Это означает, что мы его уже выбрали Поэтому можете фильтровать Выбранные и невыбранные методы Транспортной компании При получении При получении Еще раз при получении Почта России При получении Бесплатная доставка При получении При получении И еще у нас самовывоз должен быть И самовывоз при получении Отлично Все, сохраняем изменения И теперь мы возвращаемся назад Вот сюда кликаем И поели заметной стрелочки И здесь переходим Прямой банковский перевод Здесь мы напишем Безналичная оплата Оплату нужно направить Напрямую на наш На нашу банковскую карту Банковскую карту Или Счет Здесь пробел Это удаляем Заказ будет отправлен После поступления средств На наш счет Отлично И в инструкциях Также на странице Благодарностей Мы это вставляем Теперь нужно добавить счета Значит это будет И банковский счет И банковская карта Поэтому добавить аккаунт Как одно поле Здесь банковская карта Здесь Расчетный счет А здесь вот такая Вот банковская карта Вот с маленькой буквы Что было написано Номер банковская карта Сюда Номер счета Допустим такое Название банка Сбербанк И тут Сбербанк И биг Сбербанка Добавляем Ну просто у меня Автосополнение Быстренько Все Если нужно какой-то удалить Какую-то строчку То удалить аккаунт Если Ну активный На котором вы стоите А снизу вернее Буду удаляться Можете менять Их местами Переносить Сохраняем изменения Все Сохранили мы изменения Теперь нам нужно Настроить поля Оформление заказа Для этого Здесь Во вкладке В e-commerce Есть подкладка Safari В e-commerce Lite Здесь нужно перейти Во вкладку Управление полями Здесь смотрите Можно удалять поля Можно менять поля Можно делать с ними Все что угодно Лучше всего Удалить ненужные Удаляем фамилию Удаляем название компании Страну лучше оставить Адрес оставляем Квартиру оставляем Населенный пункт Область Почтовый индекс Телефон E-mail Оставляем Теперь их нужно Попереносить Упорядочить Имя идет сначала Потом страна Потом должен идти Населенный пункт Над адресом Потом Даже область Над населенным пунктом Просто наводите Чуть ниже Зажимаете левую кнопку мыши Появляется Вот такой Как бы окрас Бирюзовый И вы переносите Просто потом Отжимаете эту кнопку мыши И почтовый индекс Наверное Наверное Даже над областью Поставить Вот так вот Телефон И мы доставляем И теперь внизу Есть также поля В общем такая ситуация Все поля Которые есть в верхней части Должны быть Обязательно Не в нижней части Но если Ну не все поля Из нижней части Могут быть в верхней части Поля из нижней части Нужны для оформления заказа То есть Для оформления доставки Если какого-то поля Какого-то поля Какого-то поля С нижней части Не будет в верхней части То Будет выдаваться ошибка Клиент не сможет Оформить заказ Будет пробовать Пробовать Не получаться Плюнет уйдет с вашего сайта вы потеряете клиента поэтому запомните это также тут удаляем фамилию удаляем название компании значит населенный пункт наверх под имя не страна населенный пункт область над населенным пунктом почтовый индекс над областью адрес квартира страна и регион все отлично если вы вдруг удалили что-то не то какие-то и кого-то ненужное поле то вы можете восстановить все поля как они были в базовой комплектации кликнув вот сюда но мы все сделали правильно поэтому кликаем сохранить теперь мы настроим с вами минимальную минимальную границу возможности заказа то есть мы сделаем так что минимальная сумма заказа и может опускаться чем полторы тысячи рублей вот есть во вкладке в коммерции есть подкладка минимум ордер заходим сюда и тут минимальную сумму мы вставляем 1500 здесь мы ставлю пишем минимальная сумма заказа а здесь вводим значит следующую фразу в корзине я вот это вот эту вот это мы оставляем нетронутый текст текст и показывать сообщение в магазине говорю показывать отображаем показывать и давайте сохраним изменения и показывать сообщение в магазине говорю показывать отображаем показывать и давайте сохраним изменения